цветочком в нос сегодня тюльпаны будут в кадре вот таким образом и я буду за ними потому что ваза стоит на столе всем здравствуйте добро пожаловать сегодня хочу поговорить об ароматах амаж который есть в моей коллекции и я собрала 7 ароматов этого бренда и все они отражают в той или иной степени меня мой характер подходят моему образу жизни и я собрала все самое любимое и желанное подходящее мне моему образу из этого бренда есть конечно много других ароматов прекрасных у этого дома парфюмерного но на данный момент и я как-то больше ничего и не желаю заполучить свою парфюмерную коллекцию возможно новинки которые будут в дальнейшем выходите меня будут цеплять и мне будет хотеться чего то еще но сегодня вот такая картина и давайте поговорим об ароматах которые присутствуют моей коллекции от амаж и так первый аромат который у меня появился это брайкин брайкин очень красивого красно-оранжевого такого кораллового цвета флакона с шиммером на солнце особенно видно как отливает шиммер такой оранжевые вкрапления такие вот такая крышечка кипельно-белого цвета в магните очень очень красивый флакон и этот аромат я в него влюбилась по единичному тестированию на своей коже капелька попала на мою кожу потому что в тестере практически не было уже аромата и он вот эта капелька она раскрылась на мне то есть не нужно было даже спрея чтобы понять какой-то аромат как он на мне будет звучать и как мне будет в нем комфортно или нет в общем это аромат зеленый по своей характеристике здесь пахнет папоротником ягодами такими лесными ягоды сладкие здесь они дают сладость некую здесь присутствует кожа кора березы возможно даже березовый сок вот оттенок такой вот немножко дегтярный есть в нем необычная абсолютно но то растительного масла но она несъедобная она такая вот парфюмерная то есть в этом аромате жирность несмотря на его сочность и такое ощущение что вы идете по лесу и и вы наступаете на листики веточки стебли растений и все это хрустит под вашими ногами из-за своей влажности сочности наполненности влагой все такое сочная хрустящая и зеленая и все это источает аромат леса папоротник ягоды лесные красные темные желтые возможно очень красивый аромат не бы мы не вымываем и он очень-очень стойким въедается просто в кожу и любителям парфюма этого повезло вот кто обожает этот парфюм это не самый мой любимый из всего того что у меня есть но я его безусловно люблю за его сложность оригинальность его сложновато носить но когда его нашу получаю истинное удовольствие от его необычного раскрытия необычного звучания нестандартного такого и он качественный шлейфовые стойки как и все ароматы а машину этот самый наверное стойки потому что он держится реально сутки и аромат необычный обязательно тестировать на коже он сложный он сложные в носке в посадке не на всех он садится не всем он и кстати если даже он на вас сел вот на меня он садится но не каждый раз скажем так поэтому даже если он сел едино однажды на вас это не означает что в следующий раз он также на вас красиво сядет и вы будете в нем комфортно себя чувствует это аромат он сам выбирает когда звучать как на вас потому что даже если вы вот я его сильно люблю но я вот так открываю крышечку наслаждаюсь но я понимаю например что я сегодня бы его не хотела и он достаточно такой он не универсальный он не универсальный но это знаете как шедевр шедевр такой парфюмерный как картина но все-таки я его ношу ношу но редко редко что он сложный капризный в посадке еще один аромат который я к слову купила в этот же день я их купила сразу два это аромат лайлак лав лайлак лав имеет вот такой вот красивый лиловый оттенок флакона тоже безумно красиво они все красивые и вообще когда я заметила себе ну вот начинаешь аромат за ароматом баму аж покупать они все одной формы флакончики но не все разного цвета и хочется собрать все просто чтобы были разноцветные флаконы вот какая то есть как бы тяга собирать флакончики я обратила внимание в общем вот такой красивый флакон с таким же камушком это аромат сирени гелиотропа и пудры какао это гурманика это цветочно-гурманский аромат он пудровый и сливочный но больше в нем пудры я его люблю зимой потому что в другое время года он меня поддушивает вот именно в прохладе можно весной и даже летом но вечером когда свежий воздух ему прям нужен воздух воздух он может задушить но тем не менее он безумно красив и я бы почаще ношу чем брайкин аромат невероятно красивый и это такой вот какао сливочный молочный какой-то знаете и пудра вы одновременно и пудра здесь именно не косметическая а съедобная гурманская именно пудра какао обожаю это тоже парфюм считаю один одним из прекрасных в этом бренде раз уж я затронула сейчас линейку секрет гарден я пожалуй продолжу еще один парфюм blossom love не так давно у меня появился вот в таком розовом барби вам кукольном флакончике цветом с розовым камушком это аромат про цветение вишневое и миндаль и ром очень красивый аромат нет миром амаретто в этом парфюме амаретто миндальную амаретто априори это миндальный напиток есть в нем мыльность о которой я уже говорила я я ее слышу как чистоту мыльность в хорошем понимании то есть аромат не замыливается а именно какая-то мыльная нотка в этом парфюме есть которая очень освежает хорошо дает воздух аромату что аромат тоже насыщенный и плотный и кстати многие говорят что этот парфюм тяжелее чем lilac love на мне почему-то наоборот аромат blossom love легче слышится и мне в нем легче чем вот в этом аромате и я даже его планирую носить летом потому что несмотря на его густоту миндальность есть вот эта мыльность которая освежает аромат я и очень хорошо слышу вот мой нос воспринимает ее как свежесть аромат тоже безумно красивый на алкогольную тему но здесь не не явно алкогольный аромат здесь именно такое вишневое цветение аромат цветов вот такой вот цветущий сакура цветущего вишневого дерева именно не ягода от цветения и миндаль миндальность не горький он здесь вот прям такой вот дает орехово снегу очень приятный очень красивые люблю люблю далее аромат из этой же линейки love tuberose love tuberose имеет такой цвет топленого молока в сравнении так вот он выглядит белым до в сравнении с honor о котором далее пойдет речь он видно разницу до honor белого цвета love tuberose она флаконе и и цвета топленого молока такого прям не удового цвета аромат очень красивые это парфюм который входит в десятку моих любимых ароматов из всей всей моей коллекции ароматов моем шкафу здесь тубероза которая пахнет пломбирно молочном здесь взбитые сливки холодово взбитых сливок она не кусачая не дико не хищная она очень сглаженная дружелюбная здесь вот если вы эту розу побаиваетесь и обходите стороной в парфюмерии вот здесь тубероза скорее всего вас не отпугнет она здесь пломбирная пахнет это мороженым и здесь очень приятная нота древесная сандала она тоже дает некую такую древесную молочность мягкость очень округлый мягкий уютный аромат обнимающий такой обтекаемый вообще вся вот эта линейка она отличается своей мягкостью сливочностью обтекаемостью нежностью в каждом из этих ароматов я имею ввиду вот эту линейку the secret garden collection каждый звучит мягко сливочная пудрово слегка в той или иной степени есть в каждом аромате пудровость или пыльцовость и вот этот аромат он самый-самый-самый-самый такой знаете дружелюбный и самый легко садящийся он не душит он не душит совсем я удивлена тому факту что он не на всех садится потому что есть девушки мне писали что на них не садится и описывали мне ноты которыми садится этот аромат попробуйте еще раз попробуйте дайте ему шанс потому что это реально мягко уютно вкусно сладко по девичьи так совсем совсем не пугающе очень классная тубероза одна из наверное самое в моем понимании самая красивая тубероза и еще один аромат из этой линейки который я приобрела в последний раз love mimosa love mimosa посвятите какой бананового цвета желтенький флакончик такой молочно-желтый я люблю такой желтый цвет здесь мимоза очень футуристично очень выдуманная такая как будто вы не дыхаете цветок вот эту пыльцу но тем не менее здесь есть пульцовость даже тальковость есть здесь латекс нас здесь пахнет воздушными шариками вот резиной вот этой воздушных шаров и аромат дышащий аромат в легкие и в то же время это соли флор аромат посвящен мимозе вот прям моза мимоза такая но опять-таки она выдуманная она придуманная она такая воображаемая это не то ощущение как будто вы вдыхаете цветочки эти маленькие кругленькие пушистые это просто аромат мимозы обыгран очень красиво у такого гладкий очень гладкий вот какой его флакон очень холеный такое знаете в общем какая-то мимоза не цветочная я бы так сказал интересный интересный аромат такой латекс на тальково резиновый необычный тоже есть сливочность тоже есть пудровость пудровость которая проявляется как пыльцовость еще один парфюм это honor белый флакончик золотая фурнитура у него и такой переливающийся камушек он тоже про туберозу но это совершенно две разных тубероза здесь тубероза зеленая она чуть более характерная сложная в отношениях это покладистая тубероза она дружелюбная она не конфликтная это скажем нет чтобы она конфликтная но она явно с характером здесь есть ревень и это тубероза зеленая это стебли туберозы это это именно еще если здесь гурманская история это именно цветочная история обыграна ревенем и вот такими вот нотами возможно белый мускус здесь есть очень красивый тоже аромат но у меня здесь 20 миллилитров и мне этого хватит потому что аромат скажем я бы просто хотела попробовать и хотел немножко чтобы у меня было этого флакона хотя если бы я нашла не в остатке флакон а полноразмерную сотку я бы тоже и взяла но определенно этот аромат менее меня отражает но на себе я люблю его носить мне он приятен скажем есть ароматы которые я люблю за их красоту но они не отражают меня вот этот входит в их число и брайкин кстати тоже остальные прям вот я во флаконах красивая тоже красивое исполнение туберозы здесь она более хищная более характерная и еще один аромат 7 это джорни я бы долго хотела у него безумно красивый красный золотой флакон глубокий красный с красным камушком это тоже аромат который я купила у девушки он был начатый и здесь совсем чуть-чуть нет почти все полные флаконы за исключением он or он or 20 миллилитров у меня стало здесь аромат про мед абрикосы даже есть некая цианидность абрикосовые косточки и шафран очень красивая специя шафран она не на всех садится и такой восточный аромат восточная история и здесь очень красивый растекающийся мед не горький он сладкий это такой сладостный флер какой-то сладостный эликсир очень сексуальный аромат животные я бы сказала он пробуждает чувства и он такой вот это восток восток он такой нелегкий он глубокий насыщенный пряный медовый абрикосовый парфюм невероятно тоже красивый я его себе тоже наверное года 2-3 хотела подряд на работа 3 назад если познакомилась и из того момента я в него влюбилась здесь сладкая медовость на грани со сливочностью но сливочность чаще всего дают взбитые сливки мускус белый пломбирность ваниль дает сливочность здесь именно медовость такая сладостная пряная восточная история очень красивый аромат тоже люблю его за красоту больше ношу его но мне недавно появился я буду выносить это для меня скорее всего зима зима я конечно попробую его также вы гулять и вечером в летний период но он все-таки имеет обладает свойством согревать от чего нам не нужно летом потому что здесь шафран и мед сладкий аромат пряный такой вот он горячий прям вот горячий вот такие у меня ароматы оставляйте свои комментарии и пишите какие омажики есть в ваших шкафах мне будет очень интересно пообщаться на этом все всем спасибо пока пока